Встреча с цифрового рая Встреча с цифровым рая Сотни щупалец, лап и других конечностей тянутся к бедняге, чтобы утащить его в адское логово Цифровое зло выходит наружу и забирает свою жертву Мы продолжаем уроки выживания в смертельно опасных джунглях виртуальной реальности И помните, врага нужно знать в лицо В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно Они плевали на закон с высокой колокольни Мораль для них пустой звук Норма человеческих отношений китайская грамота Мы представляем вам страшно интересную десятку самых отмороженных героев виртуального мира Сандер Коэн, владелец форта «Веселый», был популярной личностью в восторге Любимец Бомонда, владелец картинной галереи, устроитель театральных представлений Просто гениальный художник, щедро делящийся опытом и мастерством с учениками Дайте взглянуть Но после катастрофы в подводном городе он показал свое истинное лицо То, что по-настоящему вдохновляло его в так называемом творчестве Человеческая смерть Именно она стала музой этого сумасшедшего И она же должна была помочь в создании очередного шедевра Рецепт до безобразия прост и столь же ужасен Убить четырех бывших учеников и сделать из фотографий трупов демонический коллаж О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! Жизни вчерашних любимцев для Коэна не имели значения Ведь он перестал видеть за ними личность Если уж ты стал моим единственным и самым верным учеником То заслуживаешь право заглянуть в укромные недры моей музы Так, так, так Родился ли уже этот человек? Художник был просто одержим завершением главного в своей жизни Произведения искусства Вот только созданная картина больше смахивала на торжество бесчеловечности А сам создатель на пациента психиатрической клиники Которому лечение на пользу не пошло Теперь ты увидишь, что путь к райну тебе открыт Передавай ему привет от Сандера Художество Сандера Коэна из Биошока Заслуживающие, скорее того, чтобы быть подшитыми к уголовному делу о похождениях маньяка Помогли ему попасть в хит-парад в виртуальных отморозках На десятую строчку Его звали просто вояка Когда этот сумасшедший солдат рвался в бой От его безумного воинственного клича стыла кровь в жилах С натянутой на глаза каской Он как бык на красную тряпку Несся на противника с единственным желанием разорвать того в клочья Не дай бог кому-нибудь зазеваться Реактивный снаряд, пущенный служивым из ракетной установки Вмиг достигал цели Разнося куски плоти в радиусе нескольких метров Не убила первая ракета, будьте уверены, следующее докончит дело Даже если кому-нибудь удавалось увернуться от смертоносной базуки Выстрел из дробовика подоспевшего солдафона ставил жирную точку Глупец тот, кто пытался схлестнуться с воякой в рукопашной схватке Этот отморозок выхватывал любимую саперную лопатку И тогда начиналась резня Под его горячую руку попадали все без исключения Головы летели с плеч И счету их не было конца Сумасшедший вояка из Steam Fortress 2 Своей базукой, дробовиком и саперной лопаткой Расчистил путь к месту сбора самых отмороженных героев в виртуальной вселенной Девятое место Чем больше у тебя власти, чем выше твое положение Тем больше появляется желающих занять твое место Особенно среди твоих же друзей Это испытал на себе лидер некогда могущественной в стилуотере банды Третьей улицы святых, чуть не погибшей от рук бывших друзей Очнувшись в тюремной больнице после пятилетней комы Он поклялся вернуть утраченное господство своей бригады И наказать предателей Бежать из тюрьмы было делом техники Едва освободившись, парень начал свое восхождение Переступая через трупы многочисленных врагов И тех, кто случайно оказывался ни в том месте, ни в то время Этот безбашенный малый стал творить на улицах города откровенный беспредел На своем авто он, как кегли, сбивал пешеходов Расстреливал на ходу полицейских Мог от нечего делать Размождить битой голову какому-нибудь прохожему Да, он добился того, о чем мечтал Святые стали управлять городом, устранив конкурирующие группировки и корпорацию «Ульто» Жителям Стилуотера можно только посочувствовать Ведь теперь негласным хозяином города стал настоящий отморозок Главарь банды Третьей улицы Святых из Saints Row 2 Вместе со своими корешами разместился на восьмой строчке Хит-парада самых отмороженных героев виртуальной вселенной Дадим вам пару мгновений, чтобы передохнуть После чего вы узнаете, как из простого таксиста сделать настоящего ублюдка Почему американские солдаты-враки на танках рисуют характерный белый череп карателя Оставайтесь с нами Попробуйте поднять в разговоре с этими ребятами тему нравственности Или воззвать к их совести В лучшем случае они рассмеются в лицо В худшем продырявят вашу голову с такой же легкостью, с какой обычный человек приклопнул бы муху Мы продолжаем рассказывать вам о самых отмороженных героях виртуальности Было бы наивно ожидать от него таких обычных для человеческой природы вещей Как сострадание, гуманизм, добропорядочность Ведь Пэкстон Фэтл был создан как машина убийства Он был не человеком, а военным клоном Которому все эти глупые нормы не только не нужны, но и противопоказаны Когда Пэкстон вышел из-под контроля Сотрудники корпорации Армахом Технологи смогли воочию убедиться в этом Бездушный монстр в человеческом обличии Отдавая команды тысячам вооруженных клонированных суперсолдат Устроил в лабораторных корпусах кровавую бойню Сотрудники корпорации и спецназовцы, прибывшие, чтобы навести порядок Погибали от пуль, телепатически управляемого Фэтелом батальона Человеческая жизнь не имела для него никакой ценности Он с легкостью забирал их одну за другой То, что потом убийца делал с телами погибших Вообще было за гранью человеческого понимания Забрызгивая кровью полы стены Псих поедал трупы, чтобы обрести еще большую ментальную силу Это не человек, это отморозы Пэкстон Пэттл из Фьер Своим поведением доказал принадлежность К самым отмороженным героям цифровой вселенной Став на седьмую ступеньку ужасного хит-парада Не зря мафию сравнивают со спрутом Она словно гигантский моллюск запускает свои щупальца Не только во все сферы жизни общества Но и в жизни отдельных людей, меняя их судьбу Однажды в такси Томаса Анджела Запрыгнули два гангстера, удирающие от конкурентов Которые при помощи пушки Убедительно попросили его помочь им скрыться Эта встреча перевернула жизнь парня Начав работать на мафию Он покатился по наклонной Причем с такой скоростью, что остановиться уже не мог Выполняя сначала мелкие поручения А со временем не то что пачкая руки в крови Но по-настоящему купаясь в ней Убийство, рэкет, сотни искалеченных негодяев И поломанных судьб невинных людей Томи, к счастью, не потерял человеческое лицо Но преступная среда давила на него Заставляя быть беспощадным и беспринципным Однажды Том решился нарушить Амерту И покаялся перед законом Сдав полиции семью Сальери Но, как известно, от мафии не уйти Через 20 лет киллеры нашли И привели смертный приговор Коза Ностры в исполнение Богатая биография Томаса Анджела Из мафии Ставит его в один ряд Самыми отмороженными негодяями Цифровой вселенной Шестая строчка Война творит с людьми ужасные вещи Даже те, кто прошел ее, не пострадав физически Навсегда получают душевные травмы Не был исключением и 30-летний серб По имени Нико Белич Переживший чудовищные зверства Югославского военного конфликта Приобретенные им цинизм И пренебрежение к чужим жизням Здорово помогли ему В течение следующих 10 лет Когда он околачивался В югославских криминальных группировках Крутые разборки Мордобой, стрельба и насилие Таковы были рабочие будни серба Но такая жизнь не нравилась Нико В душе он стремился устроить свою жизнь Занимаясь чем-нибудь достойным Это и подтолкнуло его Отправиться в Америку Искать счастье Что так красочно описывал кузен Роман Каково же было разочарование Нико Когда оказавшись в Либерти Сити Он увидел только грязь Чудовищное неравенство И все ту же криминальную малину Обещанный рай Выглядел как пошлый Обшарпанный вертеп И тогда Нико использовал Весь свой преступный опыт Чтобы урвать от жизни Кусок побольше Наплевав на все на свете Он стал воровать Грабить и убивать Стычки с копами И другими бандами Стали обычным делом В каждой из них Сер был невероятно жесток Если погибал враг Хорошо Если под руку Подворачивался Ни в чем не повинный человек Ничего страшного Циничный и беспринципный Ветеран Югославской войны Нико Белич Из GTA 4 Выиграл 5 место В когорте Виртуальных отморозков Фрэнк Касл Случайно ставший Свидетелем Криминальной разборки Потерявший Из-за этого Семью И сам Чуть не погибший От рук Мафии В одно мгновение Превратился В солдата войны Войны одного человека Со всем преступным Миром Нью-Йорка Жизнь несправедливая И коварная штука Она подкидывает Самые жестокие сюрпризы Но даже это Не является оправданием Зверств Учиненных Фрэнком Он Одержимый Жаждой мести Принялся Самым Жесточайшим Образом Расправляться С теми Кто по его мнению Заслуживал смерти Бандитами И криминальными Боссами Касл Перерезал Глотки И полосовал Жертв ножом Мог запихнуть Несчастному в рот Гранату И выдернуть чеку Он не пренебрегал Пытками И делал это С удовольствием Рвением Фантазий Какая ирония Личная трагедия Парня Способная вызвать У людей Искреннее сочувствие Убило в нем Все человеческое До такой степени Что у нормального Человека Вместо сочувствия Возникло омерзение Фрэнк Касл Каратер из одноименной игры Своим садизмом И отмороженностью Удивил многих Виртуальных психопатов Четвертая позиция Хит-парада Через пару мгновений Вы познакомитесь С тремя самыми Беспринципными Отморозками По ту сторону Монитора Оставайтесь с нами Убивать от нечего делать Пытать садистскими методами Чинить разрушение И беспредел Причем в циничной форме Для них это в порядке вещей Ведь их не зря называют Отморозки Прямо сейчас Тройка тех Кто в цифровой вселенной Больше всех Заслужил вызвание Когда добропорядочный гражданин Джеймс Сетт Линч Пришел в себя После очередного Психического приступа Он обнаружил Жену мертвой Суд признал его Виновным И приговорил К высшей мере Наказание Но когда на автобус Перевозящий заключенных Напали бандиты Джеймс Вместе с сокамерником Адамом Кейном Маркусом Сбежал С этого момента Берет начало жизни Другого Линча Безжалостного маньяка И отмороженного Психопата Которому чуждо Что-либо Человеческое Ему ничего не стоило Расстрелять в банке Сотни служащих Он с легкостью Без угрызений совести Расправлялся с невинными Жертвами А с несчастными бандитами Перешедшими его дорогу Псих разделался С особым садизмом Приступы ярости Превращали Линча В настоящее чудовище И даже медикаменты С помощью которых Он пытался бороться С недугом Не помогали Тонкая ниточка Связывавшая Беднягу Джеймса С миром Оборвалась В тот день Когда он потерял Жену Ему ничего не оставалось Как стать тем Кем он стал Джеймс Линч Из Кейн Энд Линч Дэд Открывает тройку Самых отмороженных героев Виртуального мира Где, как ни в городке С райским названием Парадайс Сити Колыбели цинизма И безнравственности Мог родиться Чувак Место, где на каждом углу Продавались бифштексы Из человечины А церкви были полны Священников-педофилов Чувак был детем Рожденным этим Омерзительным местом И с генами получил Все самые отвратительные черты Обреченного на погибель родителя Местный неудачник Проживавший в трейлерном парке Уволенный с работы Он начал убивать людей От нечего делать Он делал это так извращенно Что от одного вида Его бессмысленных казней Можно было сойти с ума Чувак сжигал людей заживо Отрубал прохожим головы лопатой Забивал насмерть Бейсбольный битый Кладнокровно расстреливал Из автомата Чувак из Постал Своей отмороженностью Может дать фору Любому когда-либо Орудовавшему маньяку Второе место нашего списка Прежде чем мы назовем чемпиона Давайте еще раз бросим взгляд На самых отъявленных отморозков Сумасшедший Сандер Коэн Из Биошок Скрывающийся под личностью художника Открывает наш хит-парад Отмороженный солдат Из Team Fortress 2 Своей базукой, дробовиком И саперной лопаткой Расчистил путь на девятое место На восьмой строчке Главарь банды Третьей улицы святых Из Saints Row 2 Вместе со своими корешами Седьмой в нашем рейтинге Пакстон Пэттл из Фир Своим поведением Доказавший свою принадлежность К самым отмороженным героям Цифровой вселенной Шестым стал Томас Анджела из Мафия Чья богатая биография Ставит его в один ряд С самыми отмороженными негодяями Циничный и беспринципный Ветеран Югославской войны Нику Белич из GTA 4 Поднялся на пятую строчку На четвертой позиции Фрэнк Кассел Каратель из одноименной игры Своим садизмом и отмороженностью Удививший даже Виртуальных психопатов Джеймс Линч из Кейнен Линч Дэдмен С его постоянными приступами ярости Открывает тройку Самых отмороженных героев Виртуального мира Беспредельщик Чувак из Постол Становится вице-чемпионом А теперь внимание Перед нами самый отмороженный герой По ту сторону монитора Трудно было представить Что у этого садиста Когда-то была любящая жена И двое детей Ученая степень И престижная работа Дэниел Лам Действительно когда-то вел жизнь Добропорядочного гражданина Просто однажды прекратилось Финансирование его работы И он, чтобы хоть как-то Прокормить семью Был вынужден стать Объектом исследования В проекте Пикман После этого Мистер Ламп умер Ему вживили образец ДНК психопата Лео Каспера Обладающего Удивительными способностями Убийцы Который очень скоро Взял разум Дэниела Под контроль Ведомый сознанием губителя Он превратился В настоящего зверя От морозок Забивал людей кувалдой Вонзал шприцы в тела Подвешивал медбратьев За шею под потолок Стрелял в упор Из дробовика Устраивал ловушки Причем так Чтобы смерть жертвы Была как можно более мучительной Но верхом безумия Стало убийство Своей жены Дэниел Ламп Из Майнхан 2 Управляемый сознанием Лео Каспера Становится чемпионом В гонке Самых беспощадных Отморозков По ту сторону Монитора Только что Мы познакомили вас С десятью Самыми отмороженными Виртуальными героями Остаться в живых После встречи С этими негодяями Большая удача Но даже в случае Счастливого исхода Расслабляться рано Ведь зло Облюбовавшее Виртуальную вселенную Поистине безгранично Мы продолжим Знакомить вас С мрачными сторонами Компьютерной вселенной И вам снова будет Страшно И интересно Субтитры создавал DimaTorzok